Не только для особых случаев. Ходите в кино просто так. Билеты с кэшбэком до 50% баллами плюса на Кинопоиске. Девушки отдыхают. Смотрел бы ты под ноги, придурок. Привет, Клэй. Эй, не забудь про вечер. Ну знаешь, дело. Как дела в школе? Пойдет. Ты еще не собрался? Куда? В клуб. Я же всю неделю тебе о нем говорил. Ты обязан со мной пойти. Да, забавно. Знаешь, не обязан. Да ну, Клэй. Это даже не клуб. Это сходка малолеток в доме культуры. Я тренировался завязывать разговор вообще-то. Слушай, Роб, я не пойду. Нет, пойдешь. Да почему я должен идти из-за него? Он идиот. Ему нравится все подряд. Мне плевать. Выйди уже из дома, заведи друзей. Давай. Да я никого там даже не знаю. Значит, пора узнать, как ты идешь, Клэй. Нет, нет, нет. Нет, мам. Да, пора, Клэй. Ладно. Сними это. Даже солнечные очки? Оставь. Спасибо, что подвез, пап. Повеселись там, Робби. И не склей, там слишком много девчонок. Не волнуйтесь, сэр, я прослежу за ним. Ты понравился. Я вынужден видеть эти рожи пять дней в неделю. Этого не хватит. Как мне кажется, я не видел тебя где-либо еще, кроме дома и школы. Я старался. Но так нельзя жить. В конце концов, тебе нужно выйти и чем-то заняться. Волшебно. Вместо поездки до клуба на машине, мы заплатили однокласснику 20 баксов, чтобы ехать на старом автобусе. Знаешь, хватит с меня, я ухожу. Нет, ну-ка, стой. Но это же опыт, чувак. Надеюсь, просто смирись с этим. 20. 20. 20. Приветствую вас. Позвольте забронировать место, уважаемый. Тридцатка. Что? Но остальные дали 20. Ммм. Нет. Оу. 20. Я еще колы хотел купить. Ох, я займу тебе. Но как я буду угощать дам? Вы должны были так круто выглядеть, Клей! Ну, я и говорю. Я дал этому Мелвину свой значок и не получил его обратно. А теперь это? Ты просто отдал. Что, прости? Ты легкая мишень, чувак. Ты всегда что-то предлагаешь в надежде на дружбу. А что в этом плохого? Это называется хороший человек. Приветик. Мы хотим пересесть в конец автобуса, не знаем, куда деть куртки. Может, вы их подержите? Не проблема. Дамы. Спасибочки. Вот я о чем. Не завидуй тому, что я склеил двух сучек за раз. Те. Надо будет карман проверить. У меня нет карманов. Вон, твои сучки. Он, наверное, просто разогревает их для меня. Потому что забыли свои куртки. Они в надежных руках. Ее даже отдаленно не помню, чтобы ты к девушкам питал интерес. Мы в клубе, Клей. Здесь только так. Эти куртки – наш билет на отличный вечер. Да, а можно и оставить их здесь. Че? И кем я буду, хотя бы не вернув их законным владельцам? Поверь мне, Клей. Больше всего дамы любят именно джентльменов. Ой, смотри. Я держу одну, а ты вторую. Как тебе план? Ага, сейчас. Мне и так придется до утра стоять на морозе, чтобы в духотени сдохнуть. Вытаскивать руки из карманов я и не подумаю. Да ладно! А как же твой опыт? И как ты заведешь знакомство и разнообразишь жизнь? Ха, если новые знакомые такие же классные, как те, с которыми мы ехали, то дело бери. Неа, без кроссовок они портят пол. Но они ведь совсем новые. Я сказал, без кроссовок. Проходите. Что ж, и где же мы начнем? Следующая песня для Рязи Кузнец! Пойдем! 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 И что нам здесь делать? Эй, может, пойдем и найдем наших прекрасных там? Они наверняка ищут нас. А по возвращению им курток они вообще-то могут... Ну, ты знаешь. Ну, людей. У меня тоже. Надеялся на твоих. Ладно, пока ты занят, я бы лучше поискал спокойное, тихое место, где я сяду, расслаблюсь и... Ясно. И так. Пойдем. 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 На-на-на-на-на-на-на-на-на-на. В целом пока я ношу их весь вечер. Эй! Почему у тебя в руках моя куртка? Вы ошиблись. Это куртка будущей девушки моего приятеля. Дай сюда. А, это не маза. Чучело. Приветик. Чего? Я сказал привет. Я не слышу. Я... Че сказал? Привет! Я сказал приветик! Эй, чувак. Я видел, ты общался с девчонкой. Эм... Моей, кстати. Неважно. Я хотел узнать, может ты видел, где она или она что-нибудь говорила тебе? С тебя течет, Чел. Да, папа говорит, что по мне много, кто течет. В любом случае, дай мне знать, если увидишь двух этих девчонок. Что у тебя за пыльки? О, ты про это. Вообще-то, это твои девчонки. Выглядишь тупо. Ладно, но я... Как выгляжу? Кайф. Что ж, свинемся, вешалка. О, алё, лови. Тишина. Могу я оставить вещи на пару часов? Мне нужно найти друга. Ага, с вас 30 баксов. Чтобы оставить их здесь, мне нужно заплатить? То есть мне нужно заплатить, чтобы сюда добраться? Заплатить, чтобы попасть в эту потную дуру, после которой будет болеть голова? И я ещё должен доскать эти кухни, которые, к слову, даже не мои. Всю ночь, чтобы сейчас ещё заплатить эти поганные 30 баксов? Да. Да, они прокляты. И, разумеется, сесть негде. Всё равно лучше, чем стоять. Боже, ну не надо. Если она заняла место другу или хочет побыть одна. Чёрт, она видит, что я несусь прямо в её сторону. Хорош, Лай, совсем не похож на психопата. Я всё равно уже здесь. Надо извлечь максимум. И? Что завелось, да? Я не по своей воле. Мама заставила. То есть, вот стёрва, согласись? Пожалуй, я пойду. Удачи. Удачи мне понадобятся в понедельник. Уверен, на неё тоже математика. Алло, в чём-то проблема, чувак? Ты чё, ты мою девушку не наступил? А это как получилось? Йоу, чё ты сейчас пизданул? Прости. Осторожней. Смотри, куда плют. Эй! Ну-ка, присядь сюда. Я... Я тебе покажу кое-что. Слушай, я вообще не хочу здесь быть, и мне неинтересно, что у тебя там. Эта ночь сплошная ошибка. Милый дом, милый дом. Эй, старик, кастынь. Я всего лишь хотел тебе помочь напряжение снять. Газировка? Да, скажем так. Может, сюда с этим вообще можно? Да, не, не в курсе, забей. Ай, ставлю 20 баксов, что он глотнёт. 20, идёт? Вот именно из-за подобных ответов никто не хочет быть в одной смене с тобой. Понял? Дело в подходе. Безразличном. Малыш, ты потерялся? Ну, типа. А с кепкой твоей что, уродец? Ага, я понял. Клей? А с тобой-то что? Тебе будто нравится здесь. Да у меня всё просто отлично. Эй, эй! В глаза смотреть! Ты бухой? Чё? Да ну, совсем немножечко, чтобы снять напряжение. Всю бутылку всосал. Ты сам её дал. А, блин. Давай-ка мы пойдём домой. Что? Мне столько здесь начинает нравиться. Не тебя я планировала вести сегодня под ручку, знаешь ли. А зачем ты всё ещё таскаешь их в вещь? Они тебя просто используют. Откуда тебе знать? Мы просто ещё не приклеились толком. Но я их теперь больше не увижу, потому что буду смотреть за тобой. А вот и они. Вот, зараза. Гляньте, кто я здесь. Давай, поговори с ними. Эй, дамы! Вы помните меня? Вы больше не будете мёрзнуть. Как мышь слова, я носил с собой ваши куртки всю ночь. Не стоит благодарности. Чё? О, да, знаешь, мы собираемся в другой клуб. Если сможешь подержать их часик-другой, то будет отпад. Да-да, полный отпад. Ой, я бы с удовольствием присоединился, но мне нужно другу помочь. Похоже, что кто-то не умеет пить. Да нет, если бы ты просто подержал их подольше, был бы отпад. Да, полный отпад. Я тут подумала, ты будешь ходить везде с нами и носить наши куртки с собой. Боже мой. Прямо как личный дворецкий. Он больше на вешалку похож. Что думаешь? Будешь вешалкой? Так, стой, 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 стой. Руку вытяни. Глянь, Клэр, он прямо как слуга. Господи, это очаровательно. Заберите ваши куртки и оставьте парня в покое. Ха, ты не можешь с ней так говорить. Говорить буду, как захочу. Мы разойдёмся, когда вы заберёте свои грёбаные куртки. Ты меня вообще не знаешь. Не знаешь, откуда я? На поясе завяжи, что я прошла. Ты не знаешь, что я прошла. Ты не можешь так со мной. Господи Иисусе, закройте чёртовы рты и забудьте об этих долбаных куртках. Какого хрена? Вообще неплохо. Не дешёвые вообще-то. Да ну! Это было клёво. Ага. Эй, Клей! Прости за паршивый вечер. Я всё равно ценю твои попытки вытащить меня из дома. Я действительно развлёкся. Честно? Ну, сначала было реально паршиво, но позже я попривык и разогрелся. Ты дал понять, что мне нужно. Перестать давать людям вытирать ноги об себя. Ты о чём вообще? Ты уже? О, да! А я не думал, что ты пьющий. Маме, ни слова. Есть. Но тебе помогло, похоже. Думаю, да. Маме... Маме... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова